Самое доброе утро, самые позитивные страны Евросоюза. Латвия, привет, просыпаемся. Сегодня немного печальным. Сегодня похороны Берлускони. Напомню, что Берлускони это премьер-министр Италии. Самый, наверное, одиозный и очень-очень известный политик в мире. Когда говорят, что это политик мирового уровня, о чем надо подумать? О том, что этот человек влиял на многие процессы в мире. В мире это значит в разных странах. И вот такой интересный вопрос. А каким-то образом Сильвия Берлускони повлиял ли на Латвию? В частности, на ее развитие. Как ты думаешь? Официальная информация, официальная подчеркну информация, конечно же, нет. Но мы понимаем, что такие сильные лидеры, например, как Путин, Берлускони, Саркози, они влияют немножечко по-другому. То есть на глобальном уровне. Так вот, мое мнение, мое субъективное мнение неправильно и на уровне слухов. Сильвия Берлускони повлиял на развитие Латвии. Я расскажу тебе как. Сейчас, не придираясь к датам, по-моему, это было что-то в районе 2000-х годов. Сюда зашла одна известная группа, которая напрямую или косвенно, но они работали деньгами Сильвии Берлускони. И эта группа сделала на тот момент действительно большой вклад в развитие Латвии. А именно, дом Петра Первого на набережной был отреставрирован, было абсолютно запущенное здание. Правда, она не доведена до ума, там планировалось итальянский ресторан внизу, он так и не был запущен. Но, тем не менее, сейчас гуляя по набережной и смотря на дом Петра, мы можем видеть эту красоту. Следующий момент, Настабу дом в юген стиле, красивейший дом, просто с нуля отреставрирован, но до сих пор нас радует. Домина Шоппинг. Домина Шоппинг, ее построили именно итальянцы. Это раньше был завод ВЭФ, если вы помните, а ее уже переделали в ту домину, которую мы знаем и любим, это сделали итальянцы. Следующий момент, отель домина. И вот эти мега крупные проекты на тот момент в Латвии осуществляли итальянцы. Это делал Эрнесто Приатоне, и в кулуарах на уровне сплетни очень часто говорят, что не могло быть у Эрнесто такого количества денег, потому что он параллельно строился еще так же в Литве, в Эстонии, в России, в Египте, это были слишком масштабные проекты. Слишком масштабные проекты. И Эрнесто Приатоне на уровне сплетни называли прораб Эрнесто Берлускони. Вот таким образом, я не говорю, что это официальная информация, ты сам понимаешь, но для меня Сильва Берлускони вот таким образом сделал вклад в Латвию. И на тот момент я имел честь работать на его проектах, и это был действительно другой уровень, это была другая организация, это был другой подход, и мы видим эти результаты. Ну, я вижу эти результаты. То есть эти дома восстановлены, эти дома стоят, и так как итальянцы, итальянцы, классические итальянцы, материковые, подходят к реставрации и отделке помещений, у нас немножко в Европе не принято так это делать. Не в этой культуре. Я совершенно помню, какие у нас были критерии приемки наших объектов, как подходили люди скрупулезно ко всем реставрационным материалам. Например, нам запрещали работать традиционными материалами, и мы делали нетрадиционные подходы. И сейчас, опять же, мы видим, что домино развивается, это было удачное решение. Дом Петра и дом на Стабу в хорошем состоянии. Надо понимать, что с 2000 года там не совсем правильно ведется эксплуатация этих зданий. Это, конечно же, немножечко такие оттеночки наносит. Но, тем не менее, Сильвио Берлускони повлиял на развитие Латвии. И сегодня мир прощается с этим одиозным политиком и, несомненно, великим человеком. Земля тебе, Сильвия Пухом, и спасибо, что твои финансы заскочили в нашу Латвию и немножечко сделали ее лучше. Всем остальным напомню, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. Доброе утро, Латвия. Просыпаемся. Продолжение следует...